Татьяна Паловна, 6 ноября У нас тут 10 человек, а мы уже микрофон звучали Это нарушает интенсивность Вот так, смотрите, если вы здесь будете Да, ну я буду здесь Если я вдруг пошла, вы не говорите Татьяна Павловна, давайте так Итак, значит, если вы смотрели В сайте там написано, что тут Наши дорогие коллеги Решили пригласить меня с лекции Которую я уже как-то подготовила для широких масс населения Но широкие массы населения охватывать некому Потому что широкие массы населения охватываются Органами, которые не отчитываются за лекции Отчитываются только за кружки Вам понятно, да? Все кричали, да, немедленно, там Павловна, конечно И передают другому Это организация той Значит, так я и лежу, и сижу с этой лекцией Потом, значит, когда коллеги стали думать про то, что есть важная какая-то, может быть, тема Я говорю, эту важную тему я приготовила для другой аудитории Но я ее сейчас адаптирую для нашей аудитории Кто сколько захочет услышать Значит, это называется «Как жить в мире с близкими людьми» Такое, знаете, что Все на свете и топор, как говорила моя руководитель диссертации Евгений Шнаважович Все на свете и топор, да, вот Все на свете Мир, близкие люди Что-то такое Обо всем хорошем против всего плохого Вот так лекции не читают Лекции читают конкретно вот вы, вот я, вот наше время, вот наша ситуация, вот наш воздух социальный, культуральный и так далее И мы в нем пребываем Абсолютно не знаю, как это все будет развиваться и куда это все развернется Мы не знаем, к чему нам готовиться и так далее Это очень трудная ситуация для людей Кто-то включает голову и начинает анализировать Анализировать мало, что можно понять Кто-то закрывает эту голову и запускает все это в телесность свою Говорят, я, правда, не верю Я вот уже говорила, что тяжелое мое положение с гачевством, что я просто съехала на проблеме тревоги Потому что я вижу, что говорят У нас 7% населения тревожны Извините, ребята, а вы как задавали вопрос? А что они вам отвечали? И оказалось, я услышала от коммерсантов это Что 70% населения нуждаются терапевтической помощи Они точно знают, что именно это им надо, а не врача, который им даст таблетку А самое прелесть заключается в том, что Большинство людей, заболевших этой болезнью А может быть, это форма здоровья теперь? Это может быть форма здоровья, дорогие друзья Тревога Тревога, конечно Надо разобраться еще с ней Вот это будет в следующий раз Значит, и тогда оказывается, что они все, кто писали об этом Все жаловались на очень плохое обслуживание Что их не понимали Больные тревоги или там здоровые тревоги Получали поддержку, помощь Но все были, массой была недовольна Сколько человек, где, в каком месте И тогда наша власть принимает головокружительное решение Насчет того, как надо готовить психологов А я сам ее готовлю, поэтому я знаю Что если человек прошел два года бакалавриата У него уже тут есть деньги от папы из Новороссийска Или еще откуда-нибудь Он снимает квартиру, но чаще всего она И объявляет себя, что она готова работать с любой актуальной проблемой Типа тревоги, про которую абсолютно невозможно понять Я подняла массу словарей, что это такое Вот мы живем в таком сложном мире И в этом мире есть проблемы, о которых можно говорить Потому что мы всех про них думаем Вот на что я хочу сказать Что я здесь выступаю в качестве Психолога-практика, психолога-исследователя Человека, который живет в этой ситуации Который имеет определенный опыт жизни в этой ситуации Общения с людьми И хочу сказать, что до меня доходит опыт моих клиентов Бывших или настоящих Моих учеников Моих соседей Кому угодно Как люди живут, справляются Какие трудности у них возникают в этой ситуации Из которой я выделяю вот это Вот выделяю вот это Как жить с близкими людьми Кто нам эти близкие Вот сейчас и будем разбираться Здесь, значит, я хочу сказать Что когда я думала про эту лекцию Я думала, значит, вот мир и так далее А тогда я вижу, что дело ведь не только в том Мир не мир, а в том А близкие это кто? Сейчас я вам все эти категории выставлю А дальние это кто? А как сочетаются дальние и близкие? Что это все означает? Вот, поэтому без того, чтобы не проделать эту Я расскажу вам, какие я выделяю несколько групп И какая больше всего интересует вас А я расскажу про то, как я лучше понимаю Какая проблема в одной из этих групп Значит, ну, когда я смотрю на это Пристрастным взглядом Я вижу, что Близость-близостью, родство-ровством Но больше всего меня Как женщины-человека-христианки Профессионала и так далее Волнует природа любви Природа любви Подлинной любви Псевдолюбви Маскируемой любви И так далее Я ничего не могу сказать про любовь к Богу Потому что это не мой профиль А это... Я потом процитирую Одну грандиозную вещь Девочки уже ее слышали Поэтому, значит, я хочу сказать, что Нужно себе проанализировать Что происходит Тем, кто бы здесь пришли Вот какой бы тип этих соотношений Вас интересует А я скажу, что... Я приготовлю Значит, я тебе хочу сказать, кто такие близкие Значит, близкие Это кто такие? Люди могут быть близкие душевно Вот это, пожалуйста, пишите, чтобы вы понимали Что... Ну, это мне не важно Что вы сами понимали А про что вы хотите? Потому что это... Это три группы Из них какая для вас важна? Люди могут быть близкие Душевно близкие Они могут быть прямые родственники Опосред... Прямые Братья, сестра Муж, жена и так далее Опосредованные родственники Зять мой Он у меня не кровный родственник Но он со мной живет Я тут с ним учусь На пример этого нет Но я приведу такие примеры Значит, близкие Это территориально близкие Душевно близкие И кровно близкие Это так Теперь, а дальние кто? Территориально дальние Ну, вот у меня Моя ближайшая родня Живёт В Канаде Они мне Они мне достаточно... Я потом расскажу пример С моей Достаточно близкие В каких-то отношениях Но Далеко Очень далеко Дальние Могут быть... Вот это очень сложная вещь Я про неё хочу рассказать Где могут быть Близкие по родству Но дальние По душе Установкам Принципам Отход И так далее Вот я хочу сказать Это самый сложный случай Вы вынуждены жить с людьми Которые Например Это пример моей магистратки Невротичная Очень тяжело сдавалась работа Сделали блеск Я сама была в неврозе Когда я с ней работала Я говорю Юля, вы сейчас проходите работу Психотерапии И очень интересный материал Обязательно публикую И записывайте Пусть у вас будет дневник Потому что одна из моих интересов Это практику я открыла Сопровождение психотерапии А как исследователь Я занимаюсь Психологическим полом Что за женщина современная А что при ней мужчина И вот весь этот ужас Он на мои глаза происходит В всяких работах Значит я говорю Оля Юля Кругом Вчера звонили три Юли Других женщин Вообще Среди вас есть Юли Наверное нет Кто не позвонится Юля Что такое Я когда пошла в первый класс У нас было восемь тань А сейчас я вот Это очень редкий случай Восемь тань Что ж такое Вот Значит И Я говорю Пожалуйста Юля Это ваш есть вариант Такой очень хороший Для будущей терапии Ваш очень важно Чтобы вы Оставили след Этой работе Это будет Такая форма Вашего самоанализа Она говорит Ну а спрячьте Чтоб никто не видел Она говорит Я не могу никуда спрятать Как никуда В него шкаф Бабушка все проверяет А бабушка наверное А бабушка хозяин дома А эта пришла И со своим Не гирлфрейдом Бойфрейдом И тут они отираются Около нее Бабушка считает Что она В полной кондиции Может проверять все А потом жалуется Какая тяжелая молодежь И так далее Тут есть множество вариантов Когда мы живем рядом Это мучение для нас Для всех Меня вот больше всего Это занимает Потому что у нас Сами в тяжелой семье Поэтому я То что в этой Сфере выделяю Я вам скажу Значит я ничего такого Значит я хочу сказать У меня нет никаких В заначке Каких там Птихотехник Приемчиков Средств Для того чтобы Налазить вот все это Я хочу сказать Что Я понимаю Я схожу из того Что любовь превыше всего И человек превыше всего И мы Который Для нас Я процитирую Тут апостол Павла Вы знаете Цитату Пессоломии Кейса Вот Насчет греба Значит И поэтому То что я То что я Могу Приложить Приложить Это Приложить Это те Красоты Которые я Учитываю В психологической литературе Евангелие И так далее Замечательные тексты Приложения Пожелания нам Наших Сергея Булгакова В общем Не насилую Я хочу сказать Это вот так Мне кажется Что здесь Вот это хорошо Я вот делаю Это так По моему Опыт Это отчасти Еще и Собственный опыт Поэтому вот так Так что я думаю Что Мы вместе Вы задаете вопросы И вместе Попробуем посмотреть А что можно изменить С помощью Практики С Божьей помощью Своими собственными усилениями Так что это Вот такой здесь Размах Которого Знаете что Это Надолгохладящим Глазим Значит Я хочу сказать Что Сейчас Я хочу сказать Что самое трудное Для Самое трудное Для жизни Это Вот эти вот Близкие Территориально И дальние По всему Вот я тут У меня написано Такие кошмары Например Внук Кришнаид Бабушка с дедушкой Христиане Зять Атеист Его раздражают Всякие разговоры Слава Бог Там Пост и так далее Да Нет Всего Атеист А зять Азять Один Атеист Другой Коммунист Мне получилось То есть Для людей Православных Это все Очень трудное Собеседение Как вы понимаете А не для самих Себя Очень трудное Собеседение И что там происходит Я хочу сказать Что это В такой семье Столкновение Мнений Неизбежно Столкновение Мнений Неизбежно Мнений Позиции Никто Не будет Полчать Но Вот тут Я вам хочу Дать цитату Одну Вы пожалуйста Себе Запомните Значит И непременно А у меня Сестра такая Непременно Находится В такой семье Человек Который Инициирует Конфликт Инициирует Спор Значит Слышали Что-то В каких-то Детских годах Я помню Студенческих Школьных Была такая Какая-то Кликуха Говорили Спорят только Дураки Жулики Русские Заботятся На спор Посмотрите Кто давно Вы читали Лучше не читайте Например Дачники Пьесы Горького Да я как бывший Филолог Могу цитировать Это невообразимо Это гвалт Когда смотришь Русскую драматургию Это гвалт Мещани Например Только не дерутся Тихий кошмар Ну конечно Вам хатер Это не положено Да Помните Кто замечательно Этот Грибов играл По луке Просвещения Нет Он играл Крестьянина Жаловался Что некуда Кто-нибудь Видел Старшего поколения Как он Говорил Куренка И то Выгнать Некуда Помните Что Земли Нет Куренка И то Выгнать Некуда Значит Поэтому Я Ходил Не Это не Это не Надо Это он вспоминал 80 лет в Париже. И вот там, значит, очень интересно он говорит про Шаляпина. Вот я тут сестра заболела ухом в Канаде. Средний имеет обыкновение приставать ко мне. Я говорю, у меня есть... Кстати, я его не одела. У меня есть аппарат, мне вообще ничего не надо. Значит, там очень смешно, как крестьянин говорит коротко. Тут Шаляпин приезжал. Борис Фёдорович? Нет. Фёдор Борис, всё, Борис, это его сын. Да, он называет как-то, они все смешные. Он говорит, он так гаркнул, у Кольки, у Миньки, перепонная барабанка лопнула. Это все такие дико смешные какие-то слова, и вся эта прелесть. Значит, что он говорит о Брубеле? Он спрашивает, он дружил с ним, он говорит, расскажите, пожалуйста, вам нравится? Он очень добрый был. Он что, деньги не заработает, он, Рубель, он на все деньги кормит арау художническую бедную и подбирает, там, с улицы всё кормит, всех кормит в ресторане. А потом, значит, опять работает как зверь. Он спрашивает, вам нравится, вы же границей много живёте, вам нравится жить за границей? Брубель отвечает на это, это я к спорам. Он говорит, да, мне не нравится, что они не любят бедных, но я не могу жить в России, потому что меня все время заставляют, чтобы я думал, как другие думают. А там никогда никто меня не заставляет думать так, как он хочет, чтобы он думал. Это одна из очень тяжёлых сторон на нашей жизни. Значит, что я хочу сказать про спор... Пожалуйста, я предлагаю беззаписать, потому что это сказал Исаак Сирьянин, а не я. Значит, Исаак Сирьянин сказал, не дружись с парливым, со спорщиком. Это кто переводил, взял, это же Исаак Сирьянин по сыр, это только сейчас митрополит Аларион переводится в сирский язык, а у нас переводы вне сирского, у нас греческого с немецкого, поэтому там не поймёшь чего. Придумали вот это вот, ненавидеть грех грешника, нет этого, конечно. Значит, он говорит, не дружи со спорливым. Ну, я могу вам доверить то, что я не хотела здесь говорить. Дружи лучше с убийцей, он говорит. Убийцу ты перевоспитаешь, а спорливую никогда. Слушайте, что он говорит. Он нарушает покой твоей души. И правда. Я из общения с сестрой, которую я навещаю, она старше меня на 10 лет, она меня изматывает. Мне, понимаете, что внук наш общий на все говорит, два раза в неделю звонит Светлане. Ну, я не могу, у неё там всё болит, потом вот дикий переезд, никто ничего не понимает. Человек брошен, вот мы все помогаем ей, но это страшный день. И так, значит, смотрите, вот что бы насчёт того, чтобы спорить. Понятно. Я хочу сказать, если у вас есть такие лидеры, если у вас есть спорливые, если заводится спор, не поддаваться всеми силами, исчезать, уходить, не реагировать, не втягиваться. Это очень большая потрата. И эти семьи живут на грани, понимаете, потому что этой самой своей включённостью они могут нарушить любой покой любой души. Это очень тяжёлая вещь. Теперь я хочу сказать вам ещё про одну вещь, которую нельзя не сказать. А вторая – это... Давайте сейчас это будет... Кстати, я вам сейчас процитирую здесь. Процитирую здесь уже. Я сейчас сошлась в двух местах на Марка Аврелия. Тут есть люди, которые не знают, кто такой Марк Аврелия. Я вам скажу. Марк Аврелий – это абсолютный великий человек. Вы можете за 170 рублей купить книжку в любом магазине, небольшие. Марк Аврелий – это II века нашей эры император, любимец народа. Он стоик. Он говорит так с нами, как абсолютный гуманист, а в некоторых местах – как христианин. Например, когда тебе надо подойти к человеку и поговорить с ним, ты сначала старайся понять, что у него на душе. Вы видали какой? Стоик. Значит, вот стоик. Он говорит... Это совершенно что-то невероятное. Вот про таких людей сейчас я расскажу еще более тяжелый случай. Марк Аврелий говорит. Это, между прочим, вы встанете в очередь тех, кто очень мало в России читал. Впереди первым... На первом месте у нас Толстой, потом Бродский, потом вы будете там... Я еще кто-нибудь не читаю. Я просто оскорблена. Прихожу, Марк Аврелий стоит 170 рублей. Что такое вообще? По абсолютной копейке. Ну, что, делай серию. А есть чем-то больше. Значит, он говорит, если... Конечно, я не все выписываю, а некоторые меня поразившие вещи. Вот это замечательно. Он говорит, если ты вынужден жить с кем-то, у тебя два варианта – терпи или вразумляй. А как вразумлять? Да что вразумлять, да? Значит, и про терпение я сейчас скажу. Значит, терпи или вразумляй. А сейчас потом я расскажу про свою племянницу. Давай сначала про племянницу, а потом терпи и вразумляй. Значит, среди нас, таких семей, как наша, такая среднерусская, там, подсума евреев украинские, но это тут не произошло, никто ничего. Такая от мамы такая сильная, энергичная, энергичная доминантность такая, профессии такие у них, все такое. И таких очень много. Это, кстати, среднерусская семья. Поэтому по большинтанах, все такое, это я все на себе знаю прекрасно. Но от отца, Гриус, мне досталась очень сильная эмоциональность, которая, с одной стороны, как мама, она, может быть, гневлилась, а с другой стороны, интуиция всякая такая, которая годится в моей профессии, особенно в отношении к детьми и прочее такое. Значит, что тут происходит? Да, значит, возле такой человек, который привык давать силу своему характеру, говорит всякие, можно сказать, обидное, ну, это, по-моему, тут тоже не валялось, полно этого, обидное, резкое и так далее. Что тут надо делать? Значит, смотрите, что, давайте, может, запишите, кто пишет. Марка Врелия говорит, что если человек по отношению к тебе поступает недостойно, как ты считаешь, оставь этот поступок ему. Это очень сильно. Оставь этот поступок ему. Я это проделаю на собственной племяннице. Значит, она у нас была летом, много занимается моей старшей сестрой-матерью, которая 94. В общем, она так поддержала всех нас, которые, все старшие, ее там на много лет. Я вообще ее растила, но семья наша дала свои подходы, она очень резкая. И вот она вдруг, значит, что-то там очередную резкость мне говорит, и я вдруг говорю, как будто я прочитала Марка Врелия. Я хочу сказать, вот, может, вам пригодится. Она говорит, Тань, ты не обиделась? Вдруг ни с того, ни с сего. Что-то на нее дошло. А так, иногда могла заорать, сказала, замочи. Когда будет говорить, нормально, будем разговаривать. А тут, когда я ей говорю, вот это. Знаешь что? Я не обиделась, потому что то, что ты делаешь и говоришь, остается с тобой. Я еще не прочувствовала Марка Вреля, а он это говорит. Оставь его это. Иди, и это, иди. Это уходит с тобой. Это твое. Это теперь твое. Меня это не трогает. Вы знаете, как ее подменили? А мы живем по северной дороге. Это было числа 7-6 сентября. А я собралась ехать в могилу отца Александра. Она мне вдруг говорит, она никакой церкви не ходит. А ты не будешь раздражать, если я с тобой поеду? А? Я говорю, конечно, замечательно. И мы поехали. Вы бы видели, как мы прощались, невзывая ни на какой ковид. Когда они выезжали, причем вы знаете, что такое они выезжают, она говорила, что они прощались с подругами так, как если бы они никогда не увидятся больше. Никто ничего не может гарантировать. И мы раза три кидались друг другу на шею. Можете себе представить? Я абсолютно не придумываю ни одной копейки. Но это такой сильный факт, что мы сделали ровно то, о чем говорю. Вот такое. Значит, теперь я хочу сказать еще, что меня очень занимает. Я не буду слишком долго, но самое главное скажу. То, что меня занимает, как бы сказать, это вызывающее мое суждение. Оно вызывающее, но я на нем стою. Я имею в виду, что в нашей жизни, в наших близких людей бывает такой жуткий период, как сепарация. Я про сепарацию могу еще сказать кое-что, ничего более неприятного. Сепарация, то есть стремление молодых людей, чаще всего молодого, мужского пола, начиная с подросткового возраста и юношеского, и далее, я могу дальше сказать, как они из близких и любимых превращаются в дальних и чужих, и вообще никогда не хотят видеться с матерью. Это такой номер. А тут они начинают, вспомнили, что у них есть более характер, ему там 13 лет, и потом оказалось, что совсем и мама не такая добрая, и папа вообще врун, и дурак, говорит, так, скажи, что у нее дома. Это они от меня хотят честности, мама что-то еще, и все подбирают слегка, и все чего-то такое там неискреннее, прикидывается, что они там уже вознеслись. В это время бывает, что подростки уходят из церкви. Это сепарация, не только от близких, а это сепарация от взрослого мира, и все, что несет взрослый мир с собой. когда такие люди, это была такая история, я однажды в раз жизни поехала на реколюцию, и там была Ратнер. А поскольку она мне интересна, я пошла в группу, где она была, и мы что-то говорили насчет исповеди. И мне было очень интересно все, что она говорит. Я не соглашалась с всяким, но я делал помалкивать, что я уже не контролирую ситуацию. Я пришла, думала, что я еще что-то узнаю. Новая со слезами смешанная. Узнала. Она сказала, когда внук мне хамит, я считаю, я с вами долго подставлять другую щеку. Я не могу молчать. Друзья мои, не делайте этого. Когда он вам хамит, надо показать ему, что это нельзя. И что это невозможно. Никакого в этом, никакого смирения, никакого умиления не может быть, если молодому человеку бабку можно унизить. Значит, тогда я приготовила этот текст. не вздумайте его, я все говорю, не надо его вразумлять, то, что сейчас сказал Каврелий. Пока он разгорячен, вот это очень важно, пока он разгорячен, а вы тоже взведены, надо сначала успокоиться. Ему, вам, а потом разговаривать. И разговаривать про то, что если тебя обидела, так скажи, ты обидела меня. Если ты меня обижаешь, я тебе тоже скажу, ты обидел меня, так нельзя, мы не можем так дружить. Это надо детям малолетства говорить, потому что есть такие люди, внук моей подруги, я это поразила, но никто не мог ничего сказать. Ему было лет, наверное, шесть, они пошли в детский мир, и она не хотела покупать то, что они не бедные люди, что он хотел. И тогда чудесный мальчик сказал, вот это нельзя оставлять, друзья мои, жадина, таким, как ты, вообще нельзя иметь детей. И никто не ответил. Вы понимаете, что это такое? Нельзя, дорогие мои. Вы бабушки, дедушки, вообще, вроде как я там, просто Таня, тетя, раз мы присутствуем, мы не можем, нам надо сказать, так нельзя. Они замолчали. Значит, я, как детский психотерапевт, объясняю, чтобы я сказала. Я ушла домой, ну, я растила этого племянничества, который живет в моем городе Берлине. Я бы молчала, он говорит, ты что не говоришь? Я говорю, сейчас я помолчу, потом, когда мы придем, мы поговорим. Я бы посадила и сказала, слушай, ангел мой, золото мое, никаких ангелов нет, Значит, так, друг мой, то, что ты сказал, больно и плохо. Так не любят, так не дружат люди. Что бы особен мне сказала, знаешь, что я заметила? Ты хотел сделать мне больно. Он хотел. Дети такой народ, они могут хотеть сделать. Никогда не, никакая идея про левую щеку не работает. Это, мы не знаем еще, как это случилось, понимаете, потому что есть суждение, что это не про человека сказано, а когда-то сказано про плач ремень. Понимаете, поэтому тут так. Значит, я просто хочу сказать, что не может быть мира там, где мы не умеем за себя постоять с такими людьми. Вот это главный кусок, который я тут хотела сказать. Не думаю, что не будет этого долго еще. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, теперь я хочу сказать про терпение. Значит, он говорит, он, Аврелий говорит про терпение. Как, ковид начался с того, что я пришла описывать к отцу Анну. Гуасе говорю, старшие, студенты второго, высшего клиники меня не выносят. Я показала, как они меня не выносят. Ну, так можно. Они мне клеточные не выносят. Пишут мне донос, они говорят, а у меня был курс психологии семейный, его сняли. Вы тут про любовь, про гуматин, что вы тут развели, они мне говорят. Будущие клинические психологи, а им не интересен человек, им интересен, знаете, что, им интересен, как образовался симптом, боюсь, а что тут у него болит, а у него там разрывается душа, это не... Ну, вы знаете, что таких врачей много, к сожалению. К сожалению. Ну вот, так что, значит, и вот это всё. Отец Алекс, и Ан, когда я к нему наиск, он как-то чуть-чуть отворачивался. Вот он так, сейчас я стану, как он, он вдруг развернулся ко мне и сказал, терпите! Ребята, моя жизнь изменилась, весь ковид! Я так работала с этим, что я в прошлом году сделала доклад в последний раз в жизни в православном университете. Терпение, как обретение мужества быть. И это всё очень серьёзно. Понимаете, поэтому я что хочу сказать? Что касается терпения, то, значит, я сейчас скажу, а потом процитирую вам Сергия Булгакова. Что касается терпения, к вашим услугам абсолютно великий богослов. Фома Кемпийский. Пожалуйста, читайте Фома Кемпийского. Везде Фома Кемпийский 15 века католический монастык голландский. Называется «Как только я крестилась, мне сразу сказали, я купила». А прочитала бы вот он. «Подражание Христу». Совершенно грандиозное произведение, где вам по полочкам, шаг за шагом рассказывают, как вам надо стать человеком. в 15 веке. Потрясающе. Значит, я полно восторге сделала доклад. Больше не хожу, больше у меня закрытое учреждение. И, значит, себе думаю, ой, если был журнал, Фёдор Фьючий, Басилюка, моего, товарищей, покойного, нашего декана, у нас в культете был журнал такой выпускался. Московский терапевтический журнал «Христианская психология». Сейчас нету такого журнала, очень жалко, но я тут накопила, не знаю, куда-нибудь. Может, откроется. Значит, что говорит отец Сергий про терпение? Значит, если у вас дома, если нет, купите, это что-то, это чудо. Духовный дневник Сергия Булгакова, я, по-моему, тут купила. Это совершенно грандиозный, я тут пересмотрела материалы некоторых конференций, посвященных памяти митрополита Антония, там как-то выступала Шмайна, Алла-Инишна Шмайна, замечательный наш геобет и богослов, и она сказала про него в первый раз «Он великий богослов». Сергий Булгак великий богослов и замечательный. Он у меня лежал давно, я думала, я не буду его читать. Он всегда говорит про себя, что он ничтожество. Я думаю, а я не ничтожество, я не буду читать. Потом, когда я прочитала, я наизусть выучила, наверное, я тоже от души желаю, кто не купил, это, ребята, это вот так только. «Умное небо» пересписка отца Александра Менес-Реттлингер. «Умное небо». Эту книгу читать нельзя, потому что она вся заложена моим листочком, я это изучаю там. Ну вот, и там есть Реттлингер замечательный иконописец, она была духовной дочицей в России и потом Париже. И там открылось у меня все его величия огромное. Я уже тут цитировала в русском кругу насчет того, что, по-моему, поразившие меня красотой высказывания. Любить Бога может только тот, кто испытал индивидуальную любовь. То есть любил кого-нибудь очень сильно. Мать, дочь, там, нельзя кого-то. Когда мы проживаем глубокое индивидуальное чувство к другому, нам открывается любовь к Богу. Это нельзя сформировать, это нельзя вычитать, это нельзя каким-то таким образом обучиться. Это не то. Это дается опытом глубокого духовного переживания. Я к чему хочу сказать. Во всем, что я говорю, есть сочетание духовного и душевного, но мы смотрим на это как психологически с точки зрения. Да, вот смотрите, что отец Сергей. Я сейчас закрываю. Отец Сергей как потрясающе там говорит. Там заложено да, он там говорит, что есть такое любовь, он называет любовь-терпение через кавычку. Любовь-терпение это такой опыт, ну, сейчас помню, да, он говорит любовь-терпение, это такая любовь-терпение ты воспитаешь другого и спасёшь его. Когда мы так любим, или он видит это, или он участвует в этом, то мы его так спасаем. Я, значит, хочу вам напомнить, вы, конечно, знаете молитву оптинских старцев, помните? Да, помоги, боже, мне научиться так разговаривать и общаться с членом России, никого не смущая и не не огорчая. Понимаете, поэтому я хочу сказать, что если мы подходим к концу, вот еще если мы сами взращиваемся эту любовь, то мы действительно расширяем мир, тогда, может быть, нет, особенно прямо и спасутся. Теперь я хочу сказать еще маленький кусочек, важный, такой апофатический кусочек, потому что я хотела, чтобы это было полчаса, но ничего. Значит, насчет того, это нельзя не сказать, сейчас много людей уезжает из России, это кругом у меня родственники, внуки моих знакомых, их все вот ходят с такими лицами и так далее. Сама я имею опыт переговоров телефонных с моим воспитанником, внук, племянчатый внук, да, нет, я помню я зашла за ним в сад, а племянница никогда не родила и хорошо, занимается сказки, рассказывает, картинки рисует, на плечах носит, ну окей, она там пошла. Значит, кончилось это очень тяжелым разрывом, и он пытался со мной выйти на такую жуткую сепарацию, а, я обязательно скажу про сепарацию, значит, ему говорят, за тобой бабушка пришла, нет, не бабушка, Таня, ну, наверное, тетя Таня, нет, просто Таня, я называюсь просто Таня, когда он решил расстаться с матерью, этот, насчет этого, сейчас я хочу сказать, да, он, значит, она была очень жестоко с ним, он сказал, да, а, звонит мне, я, насчет содержания наших разговоров хочу сказать, а пофальтически что не надо, а вот это я, кстати, сказала, потому что мы уже говорили про сепарацию, если сепарация вовремя не произойдет, она будет происходить, как у него сейчас, потом, 25 лет, 30 лет, 35 лет, я никогда могу дойти до того, что вообще никогда не прийти, понимаете, я говорю сейчас про этот отрыв, который, вот я хочу сказать нам, это бывало, когда началось телевидение, нас вызывали, психологов, какие-то приходили ко мне, кучи, женщины, даже отсюда приходила, факт тот, что они не возвращаются, они не для того ходят, чтобы вернулся, это разрыв, поэтому сепарация, такая история, ей надо помогать, помогать там подростку, не держать его за шкирку до 20 лет, постепенно давать ему свободу, и чем нормальнее и здоровее эти отношения любви и свободы этой, тем меньше вероятность того, что отойдет, а если его держать за шкирку, делать его ребеночком, есть другой вариант, который я не хочу здесь рассказывать, то, что бывает, когда симбиоз, это тяжелая вещь, я говорю про тех, кто от властной матери или такой жесткой матери старается уходить, как моя племянница, и он к себе ушел, вот, да, и он позвонил и говорит, я решил порвать отношения с мамой, что я должна на расстоянии сказать, далеко находясь от меня, близкому мне человеку, с которым мы вышли, тоже прошли всякий ад конфликтов, когда ему было за 30, я ему, я говорю только одно, Гриша, она не такая, я же знаю, ее девочка, я тоже растю, это наша семья, я тебя прошу об одном, будь как моли, можно более человечным, вы что думаете, подистила, что ли, нет, конечно, но постепенно жизнь складывается, сейчас, по-видимому, любовь, он мягчеет как-то, мы тут собирались перед их отъездом, сестры, двоюродные, их отъездом по Канаду, он позвонил, я знаю, что вы должны собраться полшестого, а это полшестого, я вас прошу, будьте, пожалуйста, всемирны, он мне напоминает, что мы должны мирно выйти, не ссориться, значит, что житуха это допекла, он уже сейчас дорожит всем этим, я хочу сказать, что если у вас есть внуки, дети и так далее, чего не делать, может, это ни к чему, но я хочу сказать, надо быть именно как можно более человечным, тактичным, хорошо слушать, что хочет сказать, даже если это текст письменный, поэтому, значит, я взываю ко всем родственникам, чтобы не становиться в позицию, как у нас бывает, всезнающего, всепонимающего, значит, так, делай так, не делай эдак, извините, тебя завтра спросят, значит, во-первых, не делай, не становиться в позицию, директивную, то, что психологи говорят, не советовать то, что нельзя выполнить, значит, так, я знаю, делай вот это, но у нас, я живу в этом мире, и так, и так, и это, я тебя уже не спросила, а ты уже, ну, средняя сестра, я ее еще не спросила, она все уже знает, я говорю, Свет, я про сестру говорю, она все знает, за меня, за тебя, за того парня, это очень тяжелая, раздражающая история, не советовать то, что нельзя выполнить, не критиковать, ну, ты как всегда, он что-то рассказывает, а ему говорят, ну, ты как всегда, понимаете-ка, когда такая дай, и такие напряженные истории, надо очень беречь, хотя бы низь контакта, хотя бы низь, хотя бы низь контакта, и так далее, и стараться чувствоваться в него максимально, вот, что я хотела сказать, всего этого в 10 раз больше в жизни, да, но я хочу сказать, что вы, пожалуйста, можете мне спрашивать, у нас есть время еще, мы сколько тут, ксим? Значит так, у нас есть, во-первых, можете, сейчас я запишу, если вы что-то скажете, что мне пригодится, вы можете спросить, возразить, пожалуйста, абсолютно свободно, без всякого стеснения, для специальной белой бумажки, сейчас, потому что это все полезно, это все полезно, это все полезно, так компактно, спасибо, я взяла огромные бумаги, чтобы они были здесь, мне даже интересно, как это, ну как это, вот, она называется, с вопроса, возражения, пожалуйста, поскольку весь мир ходит с ушами, ничего страшного, это не позорно, при людях одевать ухо, это все-таки, не менять бузгальтер, нет, ничего, это слышно, еще одну секунду, это самый лучший вереаппарат, сейчас, значит, у меня есть исполнительная история, а может, поближе подойти, а зачем вы его снимаете, комфортно, видимо, как человек, да, голос говорит, вы можете работать, пожалуйста, так, Татьяна Павловна, у меня такой вопрос, как разговаривали с человеком, молодая женщина, макерые детей, полная семья у них, муж, соответственно, когда она принимает решение, за мужем, и находясь в состоянии, в точке паники, в точке паники, паника сильная, понятно, это очень важно, что вы имеете в виду под паникой, это реакция на произошедшее резкое обстоятельство, с ее точки зрения, резкое произошедшее. вы меня извините, я сейчас термирую, это давайте так, как будто узнать, это вот, есть состояние гнева, есть сами аффекта, когда это болезнь, есть состояние возбуждения, тревоги, никто ничего не чувствует, в чем это, эти люди, а есть состояние уже, выходит за грани, собственно, регуляции, паника, это уже по-другому состояние, ведь не даром панические атаки, паника это очень тяжелое состояние, то есть она находится, извините за грубость, в измененном состоянии состоянии, в общем-то, на мой взгляд, и зрение, на мой взгляд, мне так показалось, да, и я единственное просила, это, конечно, ни на кого не действует, вопрос против вас, как разговаривать с ней в это время, я просто ее просила успокоиться, дождите, она не может успокоиться, она не может успокоиться, на меня шла просто прессинг, атака, оскорбление, все остальное, я сепарировалась, но мне было, конечно, горько, я там ведро всего получила, вот, и я по-русски не пошла, как говорится, как всегда, мы по-русски хотим сдать сдачу, конечно, я это сделать не стала, я попыталась, это жена вашего сына? нет, это жена, это племянница, это племянница, кроме, два и одного брата, у меня нет родных, я сейчас уже, но все равно, пеницыны родные, но близкие, близкие, да, близкие, и сколько лет их? 35, 35, и, я говорю, во-первых, успокойся, чтобы ты могла принять верное решение, не паниковать, не гнать волну, мы с тобой попозже поговорим, требование было такое, помогите, 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 помогите в чем? то, что виделось, я не считаю, что это разумно, так же не считают родители, поэтому объявлены были родителями, врагами номер один, и я, последний оплот, который более-менее понимал, меня тоже записали в этот рамк, разорвали все связи, и разорвали даже какую-то инстаграм, даже точку через инстаграм, я не могу, я хотя бы подслеживала за ней, чтобы сказать, ну, в смысле, слегка, как в этом режиме, смотрела, чтобы говорить родителям, они вообще встали в недуги, мама у нее школьный психолог, она не знала, что делать, мы ведь враги номер один, я даю время, чтобы прошло, вот, вот как сейчас налаживать отношения, все-таки это родной человек, пусть он территориально близкий, душевные, это люди атеисты, это атеисты, скажем, с большим требованиям к миру, и с людьми, собственно, это насутствует, и вот так будет сказано. Ну, понимаете, это жутко, это профессионально невозможно, а мыско, мы можем сказать, только вот из опыта исходя, исходя из опыта, но в людей, из-за людей, вот, положим, я ваш, как старший товарищ, а вы спрашиваете, а Павлов, вы там наглядитесь, вы скажите, а не в том, что я как правильно делаю, потому что, если для того, чтобы правильно делать, надо было бы коллегам сажать, я рядом, что-то разговаривать, потому что ситуация сложная, ее, во-первых, если она не здоровая, вы не можете я это скажу. Да, она здоровая, она спортсменная. Ну, а Павлика, это что, у спортсменов должны быть жизни, подождите, не надо, у них не может быть тревоги, у них может быть паски, вы чего, они что-ли, понимаете, Павлика, это то же самое тело, которое носится по горам, но это тело, разрушенное аффектом, понимаете, а мать-то ее вообще не живая? Нет, все же родители живые, они моложе меня, все хорошо. Хорошо, значит, кто для этой женщины больше значимое мнение, чем ваш? мужа ее, я так понимаю, это мое впечатление, мужа ее, потом родители и так далее. Ну, вообще, на своем примере. Это русский вариант женщины лакомотив. Это много. Это часто, это очень много, это огромная проблема, как вообще воспитывать часто девочки. Да, мы тебя, говорю, муж лакомотив, ты не можешь, это бьем, понимаете, что происходит, женщина сегодня смешала, это просто бьем. Знаете, я хочу сказать, на первых парах, что надо постараться, чтобы она не втягивалась в такие разговоры. Они вообще все разорваны, в паузу, полная демаркация, полная демаркация, я вообще... Она живет где? Вот и рядом, в двух километрах от меня сейчас. А, при квартире. Нет, не в квартире. Да, то есть вы можете регулировать это? Нет, потому что... Потому что... Нет, в смысле, чтобы они не были разрушительными, конечно, я себя окажала в сторону. Я хочу сказать, давайте пока так, посмотрите, чтобы вы не были... Я бы как сейчас в любых газетах, пишут, все одно и то же. Я смотрю, психологически, скажу, но все это одно и то же. постарайтесь не позволять здесь по собой манегулировать. В общем, да. В общем, да. Немножко, чуть-чуть увеличить дистанцию, но... То, что вы сказали про ребенка, я вот как бы такое не спускаю. Я за шкирманом, за колонкой и начинаю говорить. Мягко, но лучше, а дальше... Обязательно. Я рассказываю, что это... Как одиозно. Это ужасно, потому что просто потом тебя ни во что не будет вставить, и это нанесло кому-либо ему. Первый раз, который я говорю, ты такой замечательный, наверное, потому что у тебя такие плохие родители. Думал месяц. Месяц думал в разу. Ты знаешь, мне задумывалось с этими достижениями. Ты такой замечательный. Ты же вообще учился, например, хороший, умный, и как будто ты себя там позиционируешь, ощущаешь, потому что у тебя плохие родители. Могут, могут быть, могут быть, как ты думаешь, отцовы, отцовы, эти качества. А кто, да? А это сколько человек в возрасте когда вы это говорите? Я ему говорила... Вы знаете, я ромила мозг очень часто. Начиная с 14 лет. А все, свои родители, это когда он вышла за первое? Вот в таком формулировке ироничную он услышал в 30 лет. А, в 30 лет. Опять нельзя. у меня уж нет памяти. Да. Ну, приблизительно я так думаю. Аккуратно, знаете, я бы так скажу, чуть дистанцировать, если это можно, но чтобы она знала, что она всегда в наши руки может упасть, если я ей быть готовой. быть готовой к помощи, чтобы она знала это, но не объявляет, но не позволяй с собой это очень трудно. Это очень трудно. Для меня это не выполнимо. Для меня это не выполнимо. Не выполнимо? Да. Надо учиться этому. Этому надо учиться навык. Да, навык. Поэтому ты сделала выбор, а ты сильный, это замечательный паулин. Жизнь тебя научит дорожить тем окружением, которое есть. И не расплёвываться со всем миром, и не ругаться со всем миром. Ну, надо человеку дать, приобрести собственный опыт и обладать коллегу. Я так считаю. Ну, пусть попробуют. Давай. Понимаете, как? Я вот содержусь к тому, что я читаю, покупаюсь психологией, смотрю, как советую. Понимаете, любая из общих соображений, потому что есть много конфликтов. Да, значит, помощь из общих соображений, потому что каждый раз есть абсолютно уникальная жизнь. Она и и и ваши. То есть вы, и я, и наши собеседники. Это уникальная ситуация. И общая рекомендация, или, как говорят, средняя температура по больнице, она не работает. Поэтому вы двумя женщин понимаете, что можно что-то такое о всяком случае действительно, как говорил правильно, правильно говорил святой Иса, есть люди, которых не педи не воспитываешься, они не подвергаются. Согласны? Они не подвергаются никому. Ничего. Поэтому он и говорит терпи или вразумляй. Не можешь вразуметь, отдают. Условно. Это легко. Мне тоже можно сказать. Чего ты лезешь, Настя с этой Светланой уже всем надоел. Я не могу, я за нее отвечаю, мне ее хоронить. Я купила уже место на кладбище. Понимаете, что она одна здесь. Все уехали, она тут одна. Это очень ответственно. У нас вообще вся жизнь, извините, очень ответственно. вопрос. Вот вы сказали терпи вразумляет. Вразумляет, насколько это возможно со взрослыми близкими, выразумляет, насколько это возможно. Я как-то здесь очень сомневаюсь почему-то. Они в какой форме вразумляет, а в какой форме. Подождите, а что можно? Марк Аврелий, во-первых, не живет в 20-м деятеле, в каком мы там живем, в России, не знает, предположим, что такое наша мужчина, что такое наше женщина. Это совершенно разные немыслимые в мире существа. Представьте, это наша баба, которая, ну, как наша мама. Амазонки. Государство Амазонок. Ну, слушайте, есть Амазонки. Тут еще похоже. Поэтому вразумлять, я не знаю, он же это, нельзя это объяснять, как я это понимаю, потому что это каждодневная проблема. Это очень красивое слово. Я не знаю, как это было по-латыни, может быть, это вообще было невразумление. По-русски у нас звучит, это наше слово звучит церковно. А, это другое. Интересно было узнать, но это Рогамина, он, я думаю, умер давно, который переводил, как это по-латыни. Очень красиво для этой книжки, но я вижу, что это не термин, не может быть латинский, ремский термин. Это что-то другое. Мы вразумлять, для нас, имеется в виду, вразумлять того, кому открыт Бог, кто с нами в одном реале живёт, у нас общие ценности, мы понимаем слова, которые мы говорим, правильно? Поэтому вразумлять, здесь такое слово, которое надо заменить чем-то. Может быть, можно вразумлять. Что надо сделать? Надо, предположим, помочь человеку открыться. Очень трудно с мужчиной. Помочь ему открыться там, где он закрыт. Вот когда мы учились здесь, я попала в это поколение, когда, оно ещё, наружу, положим, там было, когда Горбачёв открылись границы, сюда понаперло огромное количество гуманистических психологов, самые главные, значит, я вообще не говорю про Роджерса и так далее. И вот, значит, Роджерс, правда, был уже старый, когда приехала в Америку сразу умер. Не потому, чтобы вы ему не по плечу, но я видела, что так нельзя тоже, неправильно так внедряться в культуру, понятия не имея, что у нас состоит. Та группа, я делала всё, чтобы не попасть в эту группу, потому что я только начинала это, я боялась, в кавычках говорю, я не боялась, я знала, что они меня будут топтать. Я человек со стороны, они кончили университет, богатые, молодые и так далее, а я тут дурочкой не занимаюсь никакой практикой. Вот, поэтому я, значит, делаю вид, что я на даче сижу и ничего не знаю. Он, Роджерс потом написал, у меня есть эта статья, статья из журнала английского, американского, он написал, я никогда не видел, у меня никогда не было такой агрессивной группы. это наши терапевты, будущие, там, кидались друг на друга. Я была уверена, что я не смогу ответить тогда еще. Так, Столин, Столин, пожалуйста, там, Варга, кто хотите, там уже драйон, он не знает, насколько наше общение может быть агрессивным. Поэтому, значит, я не была в группе, конечно, замечательно вел, ребята были в восторге, никто не стал оттуда гуманистическим психотерапевтом, а я попала в группу, в другую, в группу его подруги, женщины, Рут Сенфорд, у нас была просто абсолютная благодать, вот, некоторые пришли, люди вообще не понимают, чем здесь занимаемся, но она нас стояла на место, говорила, пожалуйста, мы все там цитировали что-то, потом с моей подругой написали письмо, статью про то, как это все было, как мы рвались что-то оценивать, цитировать какие-то тексты и так далее. И она нам сказала, когда вы говорите со мной 4 дня, я увидела, что у вас проблемы с мужчинами, давайте соберем женщину и поговорим, а что с вашими мужчинами вас беспокоит. И все сказали одно и то же, они закрыты, у нас нет доступа. Понимаете? У них нет доступа к ним. У нас, значит, а я помняла, Бориса Майдекан, у меня парень потрясающий, она говорит, Витька, мой замечательный уж, вот Витька, когда я сказала Юрке, Юрка, выноси помойку, Витька, и в комнату, а ты, значит, уговаривай Витьку. Из Витьки получился, из Юрки получился чудесный, совершенно психолог, замечательный отец. Но тем не менее, вот эта вот необходимость все организовывать, с одной стороны, говорят, мы вынуждены все организовать, и что они не берут за себя. А с другой стороны, ты пойди, пойми, где начало того конца, которым оканчивается начало, как говорится у Казьмы Прудкова. Правильно? Все знают эту историю. Гениально сказано. Понимаете? Мы не знаем, как это все взаимно. Это все взаимно. Понимаете как? Если нас из поколения в поколение воспитывает маскулинная, решительная женщина, потому что революция, одна война, вторая война, посадки дикие совершенно. Мужчины, извините, сейчас исход мужской, что будет так? Ну, будет то же самое. Женщина берет все на себя и пошла. Понимаете как? Значит, после уайной массы все эти 20 миллионов в основном мужчины. Женщина там шла на станки и вообще, что она там делала? Значит, у нас отец умер во время войны. Значит, мама была такая всегда. Она... Такая вот, ей не надо. Она не продукт истории, а масле продукты истории. Понимаете что? И вот этот продукт истории, а потом... Чтобы ты знали, значит, не доказано, что материнская, женская власть это причина мужского алкоголизма. Не доказано. Но тем не менее, одна замечательная ленинградская тогда социолог, она написала статью, я делала один разборник «Психология семьи», там было много-много статей из вопроса психологии, там была ее статья, это легко найти, это очень хорошо написано. Она изучала семейное лидерство в 70-х годах. Я не думаю, что это многое изменилось. И лидерство в семье может быть, супружеская такая, среднего класса семья такая, где у них равный провал мужа и жены. Ну, это такие семьи в Скандинавии. Вот. И, может быть, когда муж и жена соглашаются, а кто тут главный? Еще тип семей, где оба соглашаются, что лидер у них женщина, и оба, кто соглашается, кто лидер, мужчина. Лидер, кому мужчина, это только человек, который вновь только приносит деньги, он ему больше никаких забыл. Те все вместе делают, а самая потрясающая ее выход, это ничего не изменилось. Она приходит к выводу, это замечательно, Федотова, она говорит, независимо от лидерства, это она изучает питерскую семью, это городская русская семья, независимо от лидерства, городской русской семье воспитание ложится все на женщину. Хорошо, как вы можете воспитать мужчину, какая бы ни была золотая, серебряная, если ваш муж, занят с утра до ночи, или он там банком заведует, или он банку колотит, я не знаю, что там еще, чтобы он не делал, понимаете как, все равно уроки с кем делает ребенок в третьем классе, в втором классе. Он самостоятельно мамой, самостоятельно, у нас в семье с собой, мальчика папа, литература мама. Слушайте, ну это идеально, когда мужчина участница, значит я хочу сказать, что я при, поскольку мы страшно ознобучились, что такое отцовство, куда девать, я живу в районе, оккупированном дружесной державой, киргизами. Слушайте, это невозможно, без него смотри, он идет, мужик, ему там 25 лет, у него сидит тут год один, он идет и сам с собой счастлив, от того, что у него пацан на шее, а я вообще в восторге. я никогда не видела агрессии мужской, потом, у нас есть даже мужики любят детей, они входят в отцовство только когда те уже подростки, когда я с ними может разговаривать, а с малышней, они даже не знают, что с ней делать, куда ее тискать, и вообще на себя сажать, но, конечно, кровославный сень имей, это не касается. Он пришел, тут у него один висит, сзади она, это держится, это держится, это просто до слез наводит, это красота. Поэтому, что сказать, подойти к мужчине, это целая дикая история, это, я не знаю, легче, чем ухватиться за горячий утюг. Что ему сказать, как, чтобы его это не раздражало, чтобы это ему помогло, и вам помогло. Слушайте, надо... Эмпатия нужна, и та же самая эмпатия. Да, ну, эмпатия, эмпатия рост, потому что, кроме эмпатии, существуют еще навыки, культурные навыки, как ваша мама разговаривала с вашим отцом. А если она говорила, так, я, значит, помню, я еще, я филолог по образованию, пошла в аспирантуру и пришла в лабораторию, страшно, дико довольна потом, потому что это, я занимаюсь развитием личности, а это как раз для меня. И, значит, потом диссертацию про эмпатию я делала в младшей школе. И пошла обследовать соседнюю школу, которая прямо, вот мой дом так, в Тушине, а здесь вот так. Вот. И, значит, район был такой, сейчас не понятно, чего, а раньше был рабочий, потому что Тушина выросла на военных заводах. Я прихожу, как, что такое я прихожу? Какой-то стоит мужичок, за ней большая баба, муж и жена, так, она, значит, его отводит в сторонку, так, так, там, сидит, сюда, ставит шоколадную коробку, закрывает. Значит, это что? Она распорядилась, это рабочий человек, она распорядилась, то будет разговаривать с пришедшим человеком. Понимаете, поэтому надо, потом, когда я давала рисунок семьи, большинство детей не рисовали семью, как счастливая пара, где все, нет, один, один, я помню, рисовал, сидел, и долго что-то с линейкой выделывал. Он рисовал шкафы на кухне. Понимаете, как? Или они рисуют, какую-нибудь там красоту, это мечта. Психологи думают, это он так семью воспринимает, ничего подобного, это он так мечтает, это такая семья, где все стоят, держатся за руки, и он такой хороший. Понимаете, как? И вот эта история, да, теперь я хочу сказать, что с отцовством такая проблема, что надо, сейчас скажу немножко, очень важно, значит, что отцовство стало меняться, по мере развития среднего класса. Средний класс, это вот люди, у которых, сами понимаете, машины, там, у сего, у детей, там, хороших школах, вот, и среди них появляется этот феномен, ответственный отец. Это, у меня есть книжка, я её зажала своей аспирантке, которая при необходимости, уехала со своей подругой, сами понимаете, значит, в Розилии, я думаю, ну и ладно, там мне пригодится. Значит, это очень хорошая книжка норвежского молодого человека, где он, я даже не могу ещё сказать, что это такое, вообще-то по-русски переведено, ответственное отцовство можно искать. Значит, он рассказывал, что он, как, он реализуется, как отец. Это ответственный отец, это тот, который делает для ребёнка ровно то же, что и мать, только по-мужски. Встаёт ночью, сажает на горшок, грудь не даёт, потом это следующее поколение может вырастать, не знаю, что, во всяком случае, да, вот это ответственный отец, понимаете, как. Это люди, которые не роняют своего пола, наоборот, только украшают этот пол и получают от этого удовольствие. ответственный отец. Значит, мы посмотрели, сделали дипломную работу, и это моя дипломница, тогда ещё не было, как говорят, с трудом нашла таких мужиков. А он говорит, писал в этой книжке, что их в Норвегии 37%. у нас на родине, у нас на родине процентов. Ну, понимаете, как, это есть, это должно быть, потому что это, на самом деле, родительство высокая ценность, и люди раскрываются в родительстве, понимаете, как. Ну вот, так что, у нас, я бы так сказала, наш этнос, русские, мы не где-то ценноцентричные, не так, как армяне, или киргизы, или как евреи. Представить себе, что армянский папа даст по щеке дочери, я вообще не могу. А муж моей сестры вот это Олю дал, при подругах. Я вчера говорила, у меня прям шок был, когда я говорила своей подруге бы с первого класса знакома, она сейчас такая, ну такая христианка, ну всех любит, всех прощает, смиряется, ну просто мне стыдно рядом с ней находиться даже по телефону. И она, у нее проблемы средние, у нее три внучки, и средняя стала грубиянкой, 15 лет. Чтобы вы знали, для психологов и психотерапевтов 15 лет это оттаз полный, это ужас, они вообще невозможные, не знаешь, как к ним приступиться. И та стала грубить, перестала общаться с отцом, и Алла ко мне говорит, и мне пришлось ее ударить по лицу, я заорала, приятно, Алла, это она мне каждый раз говорит, что я такая, сякая, резкая, такая, я ей говорю, я один раз с шпанами пристала, говорю, ты знаешь, Алла, а я хожу в храм, и хожу на, извините, ребята, я так говорю, и церковь меня принимает, какая я есть. Что я должна была сказать. И вот этот человек, мне рассказывает, христианка, которая молится о смирении и благодаре Бога, что нормально ударить девочку бабушке по лицу. Так что вот, понимаете-ка, когда это остается, мы тогда что говорим, ну хотя бы их не трогали, понимаете, хотя бы не трогали, очень трудный народ наш, очень трудный. Можно вопрос? Обязательно. Татьяна Павловна, я... Сидя. Спасибо. Я больше не могу. Да. Значит, я хочу к этой вашей фразе «Не дружи со спорливым, он нарушает покой твоей души». Уходи. Вот когда человек начинает баламутить, то есть уходи, отдаляйся, дистанцируйся. Но это... Извините, это писал себя. Да, да, да. Вот к этой фразе. Это очень очень сильный вид. Но я хотела бы, знаете, вот, ну, из опыта там, личного, там, профессионального, хотела задать вам такой вопрос. Вот это, значит, направлено вот к этому сказанию, направлено к всем людям, ну, у которых есть этот покой души, да, которые понимают и ценят, ну, это ценность. И человек понимает, что вот мой покой души, и кто его нарушает, я лучше сберегу покой своей души. Но люди, например, которые не осознают покой своей души или находятся в состоянии тревоги, там, каких-то там проблем, там, созависимости, например, каких-то таких вот психологических трудностей, да, вот этот уход, они могут потом для себя расценивать, как, ну, прогибание, как, там, вот мои границы нарушают, а я, вот, типа, ухожу, да, вот, и вопрос мой сейчас будет в чем? Вот для человека, который, может быть, не обладает вот таким вот покоем души, о котором говорит, мы с Юрией Соксирен, есть ли какие-то ваши рекомендации, советы, потому что, когда вот начинается, да, вот этот спор начинается, вот, втягивание конфликтов, что-то поднимаются, эмоции начинают подниматься, правильно? И этот процесс, если уйти, то что делать с этими эмоциями? Они же просто, так сказать, потом будут догонять, вот, пожалуйста, я не знаю, значит, я что могу сказать? У меня какие-то глупые шутки. Попади и возьми большую простыню, большой, это мне, я хотела так, когда мне звонили во время ковиды, что делать? Ну, возьми большой вот такой банное полотенце, своими руками постирай, и про площадь. Понимаете-ка, это тоже будет делать только здоровый человек, который владеет тем, как его разрядиться. Если вы имеете в виду невротика, он не может испарить, даже как невротику сказать, как некоторые врачи, они говорят, некоторые невротики говорят, а чего вы волнуетесь, а вы расслабитесь, а вы, да, созротачиваетесь, расслабьтесь. Может, надо понять, что человек нервный, не может расслабиться. Он только застрянет в этом, усиливая тем, что я вообще дурак, ненормальный, я ещё более ненормальный. Эти вещи нельзя делать. Когда человек тревожный, по-настоящему, я могу вам, если есть время, сказать, как я вижу, несколько видов тревоги, если вам интересно, разные совершенно состояния, вот, во-первых, что я могу сказать, в принципе, уходить из этих состояний, может даже самому невротику сработать эффект защиты. Он скажет, выматерился, у нас всегда есть средства. Слушай, тетя, пошли вообще, я не знаю, что угодно. Но это тоже здоровый человек, можно сказать, это плохо, за это можно дать порожье. Но, понимаете как, значит, что касается реакции, невротика, невротизирована, для него нет реакции, для него нет, ему нельзя ничего советовать. И можно советовать только то, что вы знаете, он может делать. А надо еще знать, что он может делать. Поэтому, если он вас хочет спросить, тогда вы с ним соберите банк того, что он может делать. Что для него, какой для него ответ приемлемый. И пускай попробует. Так, это годится? Я пробовала. И приходит и говорит, нет, это не годится. Вот это я еще не пробовала. Вы попробуйте, давайте. Давайте попробуем. Тогда это будет такой как бы тренинг на выбор своего ощущения, что ты можешь сделать. А так, конечно, такие люди, про которые рассказываю, они, конечно, опасны для здоровья. А что делать? Некоторые, да, интересно, это Светлана же, моя сестра, которая, да, может звинтить кого угодно. Я ей там жалуюсь на Машку двоюю, на которой страшно занимается, но как все в нашем колене, вот это, все бестактные. Я говорю, Машка, ты знаешь, что тут сказала? А она говорит, она очень, Машка, о ней и заботится. Мне все равно, слушайте, это тоже выход, мне все равно, что она говорит, мне интересуют только ее поступки. Я вам предлагаю, как сказал один человек, роман моей жизни, молодости, он сказал, правильно сказал, слова – это поступки. Если для тебя слова, не поступки, я хочу еще посмотреть, что вообще ты стоишь, что это такое? Слова – это поступки. Так, вот что-то так, есть еще вопросы? Нет, не согласия. Вот знаете, у меня вот вопрос, вы сейчас такую тему затронули, про гибротические все эти вещи, про сложность успокоиться, да? Меня, например, беспокоит, я сама такая достаточно тоже нервная, наверное, а у меня ребенок, которому 13 лет, он когда переживает, что-то сдавать, какой-то мутент, перезачет, это, смотри, вот он начинает грызть в себе руки, и много раз мы с ним уже говорили о том, что я его прошу, это не делать, как найти способ, успокоиться по-другому, но это только врачи. Да, я вам хочу сказать, куда надо идти с нервными детьми. Поликлиника, поликлиника, имени Симашка, Фрунбинская флорка. Это настоящие, советские, прекрасные, детские врачи. Знаете, чем они мне очень нравятся? Потому что всякое новое, что я не знаю, я не знаю, я знаю только людей, я в организации, но сама могла бы верить, каково бы я отправила своими, не знаю, внуку, пророку. Невролог, 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 невролог. Да, конечно, да, снег, они, там не невролог, они называются психоневрологи. Психоневрологи. Значит, что я хочу сказать, чем они замечательно хороши? Они сидят на потоке, не так, а кто-то влетает, а выбегает. Все слышали фамилию такую, как Лурия. Лурия. Да, я дружила с его дочерью. Она была больная в ДП, она покончила с собой. Виникальный, простой, на психоз. Значит, ее погубил дектор, сейчас вам скажу, в котором институт или нет, Снежневский. Он ее погубил тем, что тогда в Москве всем писали шизофрения. А у нее было не шизофрение, а МДП. А питерцы, они всегда впереди нас. Они уж невероятные. Вот. И значит, Левочка много переболела всякими болезнями. Она мне сказала тогда, что не надо ходить к знаменитостям, надо ходить к врачам, которые сидят на потоке. И сказала, Таня, ты не представляешь, что если психиатр убедил садистов. Поэтому это очень аккуратный выбор, понимаете, вот такой. Значит, а чем они замечательные? Что касается подросткового, то у меня подруга, она, я сто лет ее знаю, она одна из лучших в Москве психиатров подростковых. Инна Михайловна и Овчук. Она, к сожалению, сейчас заболела. Но это совершенно разные дела. Шизофрия когда или ребенок с геротическими проявлениями. Надо тогда идти к вебрологу и развивать с детьми, они большие. Потому что тогда они могут дать, я очень, очень ценила всегда своих клиентов, когда работала с большим поколом детей, говорила, чтобы туда шли. Потому что они дают советы матери. мы никакие бы не были умные, распрекрасные, он не может дать совет такой, который может дать врач, который сидит на потоке и знает, видел много пациентов. Поэтому сама ничего, по книжке, я вас умоляю, ничего не пробуйте делать. Если надо, взять мой телефон, позвоните, поищем тех людей, у нас в университете три кафедры клинической психологии в нашем университете, который работает, почти никто, только на дно есть кафедра с детьми. Понимаете, у нас сейчас большая проблема. Сейчас не буду вас что-то выкружать, но это ужас какой-то от того, что мы большой жалобы пошли, власть хочет принять какие-то законы про организацию нашей службы. Здесь нужен порядок, но только некоторое они там придумали сюда вовнутую. Скажите, пожалуйста, куда обращаться по вопросам семейного абьюза? Куда обращаться по вопросам семейного абьюза? Я работаю с абьюзером. Это когда эмоциональное насилие, физическое насилие, финансовое насилие, судебное насилие. А вы в курсе того, как география в Москве есть организации? В Москве я знаю, но некоторые хотят анонимно обращаться. Бывают насилие центра помощи женщинам не анонимно. Не анонимно. Не анонимно. Да, там спасло. И с ним все. Это московское пределение. Анонимно? Да. То есть я видел таких людей, потом оказалось, что анонимно не работает. Как сюда предложить? Немного. Какой дипломат. Я хочу анонимно. Не надо иногда менять. Мама, ты меняешь? Нет. Не ничего менять. И мне ничего менять. телевизор. Тестай. У тех, кто точно. И вести классно. Да. 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 У меня уже вторая эта в горе. Ну слушай, а частная практика это черва. Постоянно горит. Что, если я думаю, целый день будет. Вы сооружены со мной? Я вообще уже не могу. Я говорю, что если частная практика, то берет на тебя последствия. А если ты работаешь в органах, в клиниках, это другая история. Вот я пришла, я верила, перед самым просто разговаривали. Понимаете, как? Пришла? Что, нервничаю, ужасно переживать? Слушайте, это вообще оболодыть можно? Короче говоря, вы видели фильм. У меня был любимый мужчина на свете. Это Роберт Де Ниро. Видели? Анализирую это. Кино. Со своей рожей распрекоростной приходит Де Ниро как гангстера, психоаналитику. Это комедия. Он начинает работать с этим психоаналитиком. Это была такая картинка. Он, значит, про меня написал что-то, дикое совершенно написал, что-то прописал. А то у меня пришлось через следующее. Мне говорят, а где ваша карточка? Я говорю, ничего нет, я ее не принесла. Прихожу. Я думаю, наверное, у него все в интернете там у него. Я прихожу. А он говорит, а где мои бумаги? Я говорю, я думаю, у вас? Он говорит, нет ничего. Почему? И он начал меня по-новой спрашивать. Ну, это просто была абсолютная комедия вот такого рода. А чем это я болею? А когда я думаю, когда у меня это кончится? Я вышла в таком бешенстве. Вы не можете себе представить, что моя нервная система была... Но я просто хохотала, потому что я поняла, что это было абсолютно... Это чистый вот такой номер для капустника. Но это номер с моим здоровьем. Понимаете как? Вот так что это очень удивленный ужас. Поэтому... Но, по крайней мере, все записано про меня. Там ничего не осталось. Про час ничего не осталось. Это все у меня. Я покажу своей подруге. Они дико хохотали. Вот так что я думаю, что лучше... Знаете как? Просто проверять и проверять, Куда вы посылаете сами своих знакомых? Какая репутация у этих органов? Какая репутация? Да. У меня есть шутка такая. Я женщинам говорю. Дорогие женщины. Парикмахера. Гинеколога. Слесаря. И психотерапевта из рук в руки. Ну согласитесь. Но кто-то слесаря его любого возьмет. Правильно? Спросите у Павлова. Саша был, да? Хороший слесарь. В этом роде. Так. Еще есть какие-то вопросы? Да. Вопрос. Как реагировать, когда родные в одном помещении живут? Ну например, родители, которые пожилые. Постоянно... Это такой стиль. Исценивающий комментарий. Не только в твоей адресе. Это, допустим, ребенок слышит. Но и в адрес других близких, которые не тут находятся. Вот как-то надо... Еще раз. Вопрос. Это ваш случай? Да. Мой случай. Стыдно. У нас, да, такая дисфункциональная семья, когда взрослые родственники... Ну у них постоянно такой... Нет, простите. Это ваш случай? То есть это ваша семья или это ваша... Моя семья. А, это другой, да? И в затяжной случае невозможно дать сходу. Как у нас по радио или в газете. Там что-то такое, беги и делай. Это не получается. Это надо сидеть, смотреть и так далее. Вот. Так что есть... Одна из самых тяжелых вещей... Вот почему я вам предлагала эти прекрасные сказки? Потому что это все... Люди понимают, что мы обречены на социализ. Понимаете, что... Жить одному это тоже не самая большая статья в жизни. Правда? Вот. Это тут все очень чревато. А жить с бабушкой это тоже целая история. Да, я хотела рассказать. Забыла, что у меня там такой целый кусок насчет того, что как надо строить отношения при женской власти. Ну мы сами выходим на это. Это целая большая проблема, как делать... Ну про бабушку рассказала, которая лазила, маленькая ученица в шкаф. Понимаете? Вот. Поэтому, значит, люди вынуждены терпеть друг друга. Поэтому вот эта идея, терпи или вразумей, она, грубо говоря, не годится никак. Массиво идея не терпеть не могу. Вразумлять вообще не достанешь. И ничего, я как прикованный Парамидея, должна сидеть и ждать, пока она сдохнет. И правда так. Бывает так. Понимаете, что? Да. Ну здесь это нельзя говорить. У нас тут просто какие-то картинки такие. Нет, даже не то, что... Ты же любишь людей и не представляешь вообще, как будешь жить, когда они умрут. Просто хочется каких-то ровных отношений. Но это такая проблема, когда, допустим, родителям тяжело детей учить, потому что эмоциональность родительская мешает, ну вот, у большинства. Вот как-то... Понимаете? По отношению к чужим мы сдерживаемся, а по отношению... Понимаете как? Значит, я что хочу тут сказать? Какие-то, ну, общие вещи. Общая вещь заключается в том, что, в каком-то смысле, мы, наверное, я так про себя думаю, заслуживаем... Вот чего мы как христиане заслуживаем, и то и происходит. Вот такая где грубая, грубая мысль. Да? Немножко тут есть какая-то правда? Да. Нам говорят, смиряйся. А я вот... Бог всем говорит, я не могу смиряться. Я не могу... Вот что ты хочешь, чтобы я смирялась? Я это смиряться не могу. Как это проявить это? Как проявить это? То есть, что смиряйся, смиряйся, не знаю. Это не психологический вопрос. Может быть, ты его и потерпел, ладно, тебе уже там все равно твоя жизнь, а просто ребенок, который подросток, он это видит, у него пример этой бесфункциональной модели, и ты не хочешь, чтобы ребенок думал, что это норма, он в этом живет, и ты как-то огрызаешься, а это, наверное, неправильно. Понимаете, что? Эту вашу историю надо разобрать от и до. Это должны делать профессионалы, поэтому от и до. Мы вынуждены все равно, как нам говорят, терпеть. Мы вынуждены терпеть то, что мы терпеть не можем. Мы вообще в России так живем. Мы вынуждены терпеть то, что мы терпеть не можем. Что нам делать? Нет, посмотрите, тут ведь есть такая возможность, что мы что-то терпим, но у нас накапливаются чувства. Да, накапливаются. И с этими чувствами надо обязательно разбираться и работать, но отдельно не в семье уже. Психологам, тут поддержка у нас есть. И вообще просто сильные чувства – это целое, это выражение своих чувств, это целое творчество вообще искусство. И это нужно, с этим нужно, как бы, ну, понимать, что для меня подходит в таком направлении свои чувства, иначе это будет накапливаться потом срыт или психосоматика. Понимаете? Либо-либо. Поэтому выбирайте. Либо вы работаете со собой, со своими чувствами. Но это хороший процесс, на самом деле. Поэтому я хочу сказать, что у меня индивидуальная профессионация группа поддержки. Это очень хорошие… У нас возможности есть, слава богу. Группа – это площадка, где мы отрабатываем как раз эти возможности, мне свои чувства выражают на группу. Именно кучились это, потому что мы, я сама, ненаученную нашим интеллиците в России этому не учимы. Вообще чувства – это не чувствую вообще мы такое. Мы вообще… Почему здесь чувствую? Где он – где он? А чувство – это очень важный момент. Это душа человечества. Это потолок. Какая-какая? Это физические потолоки. Это блогные потолоки. Это что? Чувствовать. Чувствовать. Это душа человечества. Это же потом на физическом. А как же? Да. Все это происходит. Я говорю, вот эти вот все новые образования. Это не народ вместе. Все эти грыжи. Это годами копилось. То есть у вас не вы хотите выздороветь. Тело реагирует уже. Тело, но не может… Тело на физическом уровне сжимается. Сжимается. Вселенная долго не сжимается. Так же и тело. Микрокос. Сжимается, например, взрыв. Либо взрыв. Либо взрыв. Либо вот это вот патологическая трансформация внутри. Когда ты уже сжался и как бы имплент. И вот так вот. Ну, ребята, я могу смиряться по форме, как я говорю. Но, по сути, меня Господь вот так собрал, так создал. Наверное, какая-то мысль в отношении у меня была. Уж совсем так трансформироваться. И прогнуться по-русски. А мы только и делаем иногда очень часто. А вот это вот как в болезни все пройдет. И вот это уже завязанная такая вот… Поэтому есть выход. Есть выход. Надо вот к этому… Я сама прошла через это чувство. Я вообще никогда никогда не могла выразить. Нет. Вот навыки, именно. Навыки. Я говорю, ну, научите вот, чтобы вот это хотя бы сравнить. Конкретно. Один я нашла. Когда уже совсем для меня там привод вот это все. Я улыбаюсь так английски. Слушай, ты абсолютно прав. И тогда он цепенеет. Он не вылок. Обычно я иду в атаку. А тут стоит. И я тут уже ушла. Это не решило проблему. Но хотя бы как-то меня спасло. Это мне он сказал. Я говорю, слушай, не спой. Не спой. Сыкануешь. И хакамады часто говорят. Не спойте. Сэкономите себе верную систему. Ничего не доказывайте. Все равно идете как локомотив. Так ты меня не понимаешь. Это надо быть все равно таким локомотивом. Да. Это все равно не тяжело. Нет. Скажи, вы шмаках не пройдет домой. Не пройдет домой. У меня в связи с этим вот сейчас такой вопрос возник. То, что мы сейчас обсуждаем. Вот эти конфликты. Все. Я не знаю. Я опять-таки. Но я сама тоже психологию радуюсь. Сначала христианскую и светскую. Но знаете, я через свою душу все только пытаюсь понять мне ближе. И мне кажется, что это вот эго. Так реагирует. Вот этот некий эгоизм, который реагирует. А мне сказали. Не знаю. Христиан, наверное, это называется гордыня и так далее. Но вот как выйти? Вот у меня такой сейчас вопрос. Может быть, это просто надо выйти на следующий уровень. Вот на этот уровень. О том, к чему нас призвать частяться. Вот этот уровень ценностей. Когда вот мы не вот все время вот в этом находимся в стойках и в боксе. А я тебе да, да, я так. И вот мы сейчас как будто бы обсуждаем. А как вот мне защищаться? Какой щит не взять? Какой или такой? Или там как не будет? А как вот выйти все-таки на уровне вот то, что сказала женщина? Действительно, мы же вот близкие люди, да. Мы друг другу цены. Вот у меня недавно скончался папа, да, вот царство небесное. А у нас с ним был период, когда я там была подростком в 18 лет и так далее. У нас был очень конфликтный период, когда каждый отстаивал свою позицию, свою точку зрения. Я уже говорила, что я лично тебе претендовала на уважение, да, к тебе. А папа считал, что я должна его слушаться, потому что он папа. Просто, ну, как бы были у нас сложности. И вы понимаете, вот этот вот уровень эго, он настолько затмевал вот уровень любви. И он даже, вот я потом копалась какие-то много лет я в личной терапии. Я копала свое детство, свои вот эти вот обиды. Я закопалась в этих обидах. И вот сейчас человека не стало. А я думаю, как мне придется просто подойти и обняться. Понимаете? И вот как будто бы вот с этим со всем вот падает вот эта вся шелуха и остается чистая любовь. Понимаете? И я вот сейчас анализирую, почему я сейчас другое вспоминаю. когда я ходила на психотерапию, я вспоминала, вот как он мне вот тут сказал, как вот тут, вот эта травма. Вообще, я вспоминаю, как здорово он со мной там проводил время. Под какой защитой, оказывается, я все эти куда-то была. Я вот часто поняла. Я же он бежал уже там, да, болел. А я все равно чувствовала, что у меня есть отец, и я все равно защищена. Вот понимаете? И вот для меня сейчас, мне кажется, вот, наверное, терапевту вот псих, я просто сама вот, да, на будущее я так собираюсь тоже практиковать. И я думаю, вот как вот человека вытащить из этой, простите, вот помойной яме, в которой он все время болтается в своих вот этих обидах, вот вытащить вот этот цвет и сказать, ты знаешь что, вот не дай Бог, когда твоего отца там не станет, да ты забудешь все вот это. Ты будешь помнить вот эту любовь, потому что она была. Слушайте, так нельзя разговаривать профессионально. Я знаю. Это жутейский разговор, это жутейский разговор очень полезный. Так как вы сейчас рассказываете, так делятся с друзьями, это очень важная поддержка. Друзья, близкие, которые могут сказать тебе, да, ну что делать, и такая была, и я вот такая была. Понимаете, на самом деле проблема эго гораздо сложнее, чем она у нас тут говорится. Например, есть одно невероятно сложное высказывание, да, что там откажись от себя и иди за Христом. Это непонятно, что это. Что это значит отказаться от себя? Потому что если я откажусь от себя в качестве. Я, по-положим, я долго иду к тому, что вы говорите. Я себя собираю, лечусь, хожу в церковь. Я специально проделываю эту работу. Я надеюсь, что когда-нибудь это не опубликую. Я специально посмотрела. Отец Александр Мейн, ради его я это стараюсь, мечтал о том, чтобы… Он говорит, у нас нет христианской персонологии. Мы не знаем про личность. Это правда. У нас есть христианин, у него есть какие-то ценности, там тот и всё. А индивидуальность какая? Личность – это другое слово. Понимаете? Поэтому я посмотрела, что, каким… Для того же понять, каким нужно быть христианин, надо просто как сверху прочитать послание Павла, послание Павла. Не будь таким, а будь вот этаким. Там, значит, здесь сказано… Одни листики… Полипиться вообще замечательно. И там вот эти песни, и так далее. И замечательно сказано, как вот к чему должен быть человек? К цельности, к здоровью, к энергии, к силе. Понимаете? Он из праха ничем не станет. И надо стать чем-то для того, чтобы принять за Богом. Почему? Почему у меня такое сопротивление отцу Сергею? Когда он великий человек, зачем он ничто? Наталья Леонидовна, к себе говорил, я ничто… Подожди, а если ничто, что тогда нас учишь? Зачем ты тут пришла, спрашивается? Это огромные противоречия. То, что там написано, что Христос говорит… Надо как-то распонять, как говорила Лидия Ильична, точно. Я не знаю. Я могу только сказать две минуты, значит, что однажды… Я очень почитаю отца Георги… Господи… Нет, который… Митрофанов. Митрофанов, питерский, замечательный историк. Все, его читаю, читаю. Значит, он тут пришел как-то туда, в тот храм… Не храм, а музей… Нет. Центр Солженицынский. Так было очень мало. Он приехал и стал говорить про то, что… Он же был… Его вывели потом из комитета по коммунизации. И сказал, что я переживаю, что столько людей погибло, а это никак не влияет на церковь, это никак не влияет на… Все, сообщество прославлено. Значит, там было очень мало людей. Надо… Я, значит, встала нахально, и там еще кто-то был. Я сказала, вот тут есть психологи… Я хочу сказать, что у нас есть серьезное задание, мне кажется, необходимость. Помочь людям обрести достойность. Если нам говорят, что ты ничего из себя не представляешь, то склонить голову перед всяким правом и сказать, да, уничтожь меня, повесь, убей, что хочешь со мной сделать. Это невозможно. Перед Богом, значит, вот так вот. Я говорю, что-то подобное. Он потрясающе сказал… Да, он говорит, ты сначала гордячком побудь, а потом смиряйся. Ты сначала гордячком побудь, ты сначала себя обрети, а потом отдашь это Богу. Было бы, было бы, что отдавать. А? Да, было бы, что отдать. Вот что делать, понимаете-ка. А делать вид, что мы из нуля смиряться будем, извините, мы не знаем, что смирять. Одно дело, когда ты вырос, там такой символизм, ты никогда не дашь никого в обиде, в обиду. Да, тогда есть. Понимаете, а что такое? На каждом шагу? Да, он такой замечательный, прямо клеится, Эльдера Фазов этот. Вот. Но потом он за то, что он там… Да, за то, что Власова там… Жильеев, генерал, абсолютно его совершенно… Ну, по-моему, он всё равно преподает там, в Питере, в Академии. Он здесь где-то выступал… Не были ребята? Он здесь выступал… Георгий Петрофанов… В Ютубе… Да-да, вот там, на Покровке выступал. Вот. Это мне очень нравится, потому что, действительно, вы посмотрите, к чему… Когда подробно-подробно рассказывает апостол Павел, чему нельзя, что надо. Вот. Я хочу вам вот что сказать, что я выцеркнула одну вещь и хотела вам сказать про это. Значит, по-моему, вы заметили… Чтобы вы знали, про это говорил и митрополит… Лурион, что много ошибок в синодальном переводе, много ошибок. И там есть одна ошибка, которая особенно плоха. Вы посмотрите, апостол Павел говорит… И там перевели так… Это, по-моему, первое послание к Калинфидам. Двенадцатый, что ли, какая-то, забыл. Он говорит… Знание надмивает, а любовь назидает. Это неправильно. Любовь не назидает, она созидает. Я так бы сделаю. Вот там, смотрю, в библейском переводе – созидает. Ну, как любовь… Какой толк от любви, если она назидает? Ребята, у нас полно вот этого созидающей любовь, когда хочется сказать… Слушай, отстань вообще. Иди отсюда, не знаешь куда. Созидай. Вот там такие штуки, понимаете как. Вот поэтому… К чему ведёт? Когда… Он говорит… Это, по-моему, филиппийцы Малика Каласяна. Сюда вот эти. Он говорит насчёт того, что… Наша задача, чтобы мы стали целостны. Это тоже что? Ну, правильно? Не важно. Он призывает к цельности, к единству своих… Я даже такую стадиону у нас написала. Что-то мало-то я считала. «Целостность личности как цель психотерапии верующих». И это действительно вот эту… Я хочу сказать вот что. Может пригодится. Кам. Я хочу сказать… Тут были книжки, продавались. Я тоже одну купила. Какой-то умный-приумный… Грюн, вы, наверное, знаете. Читали его книжку. Грюн. Как он говорила? Марка Марна. Да, да, да. Такая была тут книжка Грюн. А если нет, я его принесу просто. Он, значит, сказал совершенно правильно, что… Чтобы психологу или любому, кто помогает, привести человека… А! Это… А, это… Антоний говорит. Человек встречает Бога в своей глубине. Я хочу сказать. Глубина у невротика закрыта. Да. Надо сначала вывести его из подполья. Тогда он придёт в глубине. Надо, чтобы там было прозрачно. Он даже учит какую-то технику. Я стала делать, попробовать. И какая-то техника монашеская, когда надо уходить в свою кожу. Я стала… Антоний, слушай, говорит, надо жить под кожей. Да. Это невозможно. Я, значит, решила жить под кожей, что думаете лифья какой? Я заснула просто. Расслабление. Я просто расслабилась и всё. Под кожей – это огромный вопрос. Да. Вот. Поэтому, понимаете, какая штука. Вот действительно это так. Надо… Почему? Какая проблема для христианина? Проблема – это он сам. И эта невротическая структура, она не даёт пройти к Богу. Она создаёт невротическую религиозность. Да. Ну вот. Так что… Если… Нет, нет вопросов, я скажу про… Вот как реагировать, это уже правильнее, на резкий тон, как раз об резкий тон разговаривать, но не в мой адрес, например, а человек просто… Вот не у тон такой. Так же, как он. Первый вопрос. Простите, какое дело для его тон? А мы со мной разговаривали. Там, мне кажется, она ласково разговаривает. Пока. Это будет ласково обивая, как принясться. У меня с детства привыкли уже все ласково разговаривали. Нет, а ты можешь сказать другому человеку? А он может… Он не может по-другому так с ним говорить. Такой тон просто и всё. А я вам… Ну как на нём учае? Это очень сложная ситуация, потому что я прекрасно понимаю, я тоже не люблю. Но через я высказывание всё можно сказать. Через я высказывание. Что? Нет, нет. Это… Есть люди, которые ничего не могут с тобой… На них орали. Ребят, на них орали. А вы вынуждены с ним часто общаться? Конечно. Да. Ну что, примите мои символы. Если такие, как Грижевой… Здравствуйте. А если в продолжении вопроса… Что делать с этим противоположным, а что делать с собой, если не хватает… Ну пошли. Выдерживают тяжёлый, раздражённый, возможно, тон. То есть… Ребят, это всё… Кто вам эти люди? Да. Близкие. Родители. 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 Близкие. Ребят, как это кончится. Успокойтесь, что… Я вам хочу сказать, я когда смотрю на свою сестёрку, я заболеваю. Ну, я два раза была… Ну, какой-то техник. Приёмщики там. Я думаю… Приёмщики там какие-нибудь. Нет. Родители. Вот приёмщики. Дайте нам всеми. Я приёмщики, не готовила себя… Я не понимаю. Я хочу сказать лучше. Я только… Родители. Я говорю себе. Когда умрут, тебе будет ещё хуже. Ну… Всё. Можно уйти. Терпите, покажи. Нет, ну что-то можно… Приёмщики практически нас будут. Вы следите за нашими объявлениями. Нет, приёмщики может и будут, но они не спасения. Потому что там… То, что вы не можете терпеть, это не интонация. Это не то. Это то, о чём вам говорит интонация. Это глубоко внутренняя история. Понимаете? Да. Поэтому, ну что, от того, что… Вы же не можете перейти к священнику и сказать… Ну, предположим. Не здесь, а где-то. Вот грешна, что раздражаюсь на то, на что… Он… Что он вам скажет? Он скажет… Терпи, матушка, молись, матушка. Больше ничего брали? Да? Да? Больше ничего. Терпи. Как мне сказали. Терпите. И развернул всю мою жизнь к этому терпению. Потому что это очень сложно. Понимаете? Тогда надо сказать себе, а что я могу терпеть? И как, и в какой степени? Понимаете? Спасибо. Значит, Илья… Да. Я, значит, хочу сказать. Приёмчик есть, когда очень противный человек. Я так… Когда мы обсуждаем гуманистическое слушание и так далее. Ну, это, может быть, значит, так. Это очень их раздражает. Человеку, которым трудно общаться, вам смотрите вам вот сюда. Я уверена, что половина психопатов бесятся ещё больше. Да, вы можете так говорить? Ну, например, я так… Смотри сюда. Да это вывешивает. А? Вывешивает. Я пробовала такой, переносила. Старик, улыбаетесь. Да. На что мне сказали, что в отношении не так стоишь, что выкаешься. Ну, что говорить? Улыбаетесь, доктор. Пойдете и будете молиться? Да. Пойдете и буду молиться. И там пошла такая волна. Да. Надо делать, окопы копать. А вы молиться пошли. Ну, что я могу сказать? Спасибо, что в спину не ударят. Да. Ну, вот, понимаете… Вы рекомендуете смотреть человеку всегда, если он издражает? Смотреть прямо сюда. И что вы можете сделать? Вы можете нивилировать чувства… Нет, я говорю. Во-первых, это… 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 Я как бы… Не протокол. Вы можете учиться слушать. Я говорю, значит… Да. Учимся, когда учимся слушать, то значит, учимся концентрироваться на другом. Что значит концентрироваться на другом? Это не в него не впиваться глазами. Понимаете? Смотреть в лицо. Ваш взгляд… Он должен переносить. Это я не люблю для будущей психологии. И заинтересованность и доброжелательство. Вот тогда ты смотришь в лицо. Не уставляешь как бы… Да, я хочу сказать, просто такое дело для психологов, для врачей и так далее. Что хочется… Значит, когда мы учились у дочери… Натальи Роджерса, дочери Роджерса, она привезла нам какие-то идиотские картинки. Это было все очень плохо. Это была очень плохая психотерапия. И, значит, тогда сказали, вот мы сейчас по этим картинкам, давайте высадитесь с кем-то, и тот человек пусть вас уйти друг друга разбирать. И я села с Юлией Борисовной гиппендрейтером. Все вы знаете, какая? А я Юлия Борисовна знаю, она такая сказка замечательная. Значит, она стала учиться в психотерапии. Я говорю, я же не могу Юлия Борисовна, давайте и вы меня. Я хочу сказать то, что, как посмотрел Юлия Борисовна, я популяризирую в больших массах населения. Это нельзя смотреть. У нее был диагностический взгляд, который значил… Так, ну какая ты? А что такое? А если тут, а если… Нет, пожалуйста, диагностического взгляда генала. Заинтересованный, теплый. Не таращиться и упираться, а вот смотреть тепло, быть готовым принять тебя такое, какое ты есть. А когда тебя раздражает этот человек, ты хочешь от него бежать, тогда я не знаю. Я просто… Мы девочкам, магистрантами учились, как это… Как… Я, значит, вот так показывала нам… Ну, лапки, ну, еще всякие штуки. Как концентрироваться? Это не так просто. Это очень важно. Пока не будет концентрации на лице, на человеке, не будет диалога. Потому что я говорю, кто учится. Если я на него смотрю, а потом отведу глаза, его паника у клиента, значит, она не хочет. Вы должны все время смотреть и никогда не доедать. Вы посмотрите, малышня такая, того, да. Да. Если ты на них посмотрел… Да, ну, так же не надо. Все. Он тут пропал с тобой. Что он там хочет, что он думает, я не знаю. Но этот взгляд – это очень серьезно. Давайте восстановитесь на этом, что взгляд – это очень серьезно. Да, да. На девочке, на девочке, на девочке, на девочке. Давайте. Какие вопросы остались? Что вам надо срочно сказать? Значит, если что-то надо, то девочек возьмет телефон, какую-то консультацию на каких-то профессионалов других областей. Потому что у нас целый институт такой есть. Ну, может, отсталые, всякие вот такие. У нас целый факультет большой. Мы можем посмотреть. Мы хотели спросить что-то, да? Мы хотели спросить что-то, нет? Спросить, спросить, возразить, не согласиться. А может, давайте. Что-то не то вам надоело все это. Ну, что сделаешь? Что-то такое не хочется. Понимаете как? Это же все такое, как бы сказать, тонкое. А, вот, Татьяна Павловна, я хочу от нас, от всех вас поблагодарить. Да? И хочу сказать, обратить вот внимание, что Татьяна Павловна вот эту вот тему, да, первый раз сегодня читает нам, озвучил. Вот мы собрались, собственно, на первую лекцию. Я права, да? Да, да, да. Насколько я вас услышала. Вот, и, ну, конечно, большое вам спасибо, потому что вот в том, что вы сегодня нам говорили, вот я, например, вот как человек, как психолог, как мама, как бабушка, услышала просто, знаете, вот такие вот жемчужины, настоящие, подлинные, очень важные, которые, видимо, как-то еще будут потом у меня как-то внутри. И я их буду рассматривать, я буду как-то их, ну, в общем, они, безусловно, будут очень нужны, и важны, и полезны. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Можно я вас услышал? Итак, ваша миссия. Поздравляем ваш взгляд, с которым вы смотрели, подходя каждому участию в этой встрече. Да, у нас, мне надо, например, говорить вот так, пожалуйста. Очень бы хотелось, да, спросить. Вы сказали, что можно как-то с вами на какую-то презентацию, да? Спасибо.